Теперь в Центре первичной медико-санитарной помощи в Северодонецке можно дозвониться по мобильному телефону. Вызвать врача на дом, заказать талон на прием к врачу. Теперь это реально сделать быстро и в любом месте, где бы вы ни находились. Более 4 тысяч из городского бюджета выделили на новые телефоны, так как стационарные не пользуются такой популярностью, да и сейчас они есть не у всех. Главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи говорит, количество звонков от северодончан бьет все рекорды. Александр Ибальченко подробнее. Северодончанка Анна, частый гость в городской больнице, рассказывает, что много времени просиживает в очереди к врачам. О том, что в регистратуру теперь можно позвонить и отложить талончик, не знала. Надо прийти сюда, отложить талончик больному человеку, а мы сильно больные. А так бы позвонили и отложили. Но мы еще не знаем, никто не сообщал об этом. Анна не единственная, кто не уведомлена о новых возможностях северодонецких амбулаторий. Северодончане к такой новости отнеслись положительно. Говорят, что для них это будет намного удобнее, чем вызывать семейного врача через стационарный телефон. Удобно, потому что у меня очень старая мама, и вот она иногда нуждается в том, чтобы врача вызывали. Конечно, мобильная связь должна присутствовать, потому что это наши новые технологии, почему бы и нет. Поэтому удобство и то, что действительно можно вызвать врача в любой момент. Всего было закуплено 6 сотовых телефонов для трех больниц. По улице Курчатова, 36, Федоренко, 16Б и Сметанина, 5. Цена одного телефона около 700 гривен. Деньги выделил Свердонецкий городской совет. Необходимость в том, что стационарные телефоны у многих уже не работают. Люди отказались от их использования в силу дороговизны. И для улучшения коммуникации потребителей медицинских услуг с лечебным учреждением было принято решение приобрести 6 телефонов мобильных связей по 2 на каждый из адресов нашего центра. Главный врач добавляет, что мобильные телефоны – это малая часть того, что они сделали для усовершенствования больницы. В планах у медиков сделать электронную регистратуру. Александр Рыбаченко, Андрей Бригидер, ПУДИИ.